Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами на канале Дарвиновский музей дети, и я отвечаю на ваши вопросы. Заметьте, что в Москве наконец наступило долгожданное тепло, и у нас в музее открылось пространство летнее, крыша, и здесь проходит замечательная выставка, которая называется «Москва. Среда обитания». И мне сегодня хотелось бы рассказать вам об одном совершенно фантастическом, удивительном животном. Это животное, во-первых, необычайно красиво, во-вторых, оно необычайно опасно. Ну, а называется животное рак-богомол. Собственно говоря, рак-богомол, если была у него такая возможность и необходимость, вполне мог бы рядом со своей норкой повесить вот такую табличку, потому что это удивительный охотник, обладающий невероятными способами охоты и невероятной силой удара. Раки-богомолы относятся к отряду ротоногий. Вы, наверное, заметили, что зоологи любят давать какие-то непонятные странные названия. Мы с вами говорили уже в видео, посвященном образованию раковин у моллюсков, о плеченогих, которые больше известны под названием брахиоподы. Ну, а вот сегодня говорим про ротоногих, которые на самом деле являются отрядом ракообразных. Это удивительное совершенно создание. Чем же они так удивительны и привлекательны? Ну, надо сказать, во-первых, что это достаточно большая группа, в нее входит порядка 450 видов. И эти виды бывают различные по размеру. Есть виды, которые в длину достигают всего нескольких сантиметров. Ну, а самые крупные могут быть порядка 35-38 сантиметров в длину. Ну, то есть, достаточно солидные для ракообразных. Во-вторых, многие из них невероятно красивые и переливаются буквально всеми цветами радуги. В-третьих, это обладатели самого потрясающего, пожалуй, среди всех известных животных зрения. Ну, вот, наверное, со зрения мы и начнем. У раков-богомолов удивительные глаза. Во-первых, надо сказать, что они довольно крупные. Глаза у них фасеточные и состоят из десяти тысяч маленьких глазков аматидиев. И глаза эти еще находятся на длинных подвижных стебельках. Каждый из глаз может двигаться независимо от другого глаза. Кроме того, каждый глаз разделен на три зоны. И в каждой зоне есть своя точка фокусировки. То есть, даже трудно себе представить, как при помощи такой сложной системы зрения рако-богомол видит окружающий мир. Действительно, зрение у этих животных совершенно фантастическое. И мало того, что их глаз обладает таким большим количеством фасеток, еще этот глаз обладает самым большим количеством фоторецепторов. Итак, в нашем глазу есть разные типы светочувствительных клеток. Есть палочки, при помощи которых мы можем видеть мир черно-белым. И есть колбочки, благодаря которым мы различаем цвета. И у нас с вами три типа колбочек, которые различают три базовых цвета. Красный, синий и зеленый. И, собственно говоря, из всего этих трех базовых цветов складывается вся наша цветная картинка. И при помощи этих типов фоточувствительных клеток мы можем видеть мир вот таким вот ярким и красочным. Представьте себе, у раков-богомолов таких светочувствительных типов клеток существует 12. Даже страшно себе представить, как же видят окружающий мир эти животные 3 и 12. Представляете, какая огромная разница. Помимо того, что они различают очень хорошо цвета, они еще видят поляризованный цвет разных типов. И, кроме того, они еще и видят в ультрафиолетовом спектре. То есть фантастическое совершенно зрение. Пока еще не до конца понятно, как это зрение животные используют и почему в результате эволюции у них сформировалось такое сложное зрение, как оно им помогает выживать. Очевидно совершенно, что оно помогает им успешно охотиться. Ну и надо сказать, что раки-богомолы, они, конечно, выдающиеся охотники и охотники, у которых существуют совершенно фантастические адаптации к тому, чтобы успешно охотиться на разных животных. Всех раков-богомолов по типу охоты и по типу, так сказать, оружия, можно разделить на две большие группы. Одна группа это, назовем их так, копьеносцы, а другая группа – боксеры. У копьеносцев на ловчих конечностях, на последнем членике есть очень острые шипы. И этот членик они прижимают к предпоследнему членику и таким образом фиксируют свою добычу. То есть представьте себе ситуацию. Сидит такой рак-богомол, как правило, это раки-богомолы небольшого размера и живущие в норках в мягком грунте. Вот они вырывают себе норку, они в этой норке тихонечко сидят, наверху видны только их глаза и передние конечности, которые носят обонятельную и осязательную функцию. Если мимо проплывает рыба или какое-то другое животное, то рак-богомол моментально на это реагирует, он мгновенно из своей норки выскакивает, и вот этой ловчей конечности, снабженной массой острых шипов, хватает рыбу или другое животное и прижимает к себе, таким образом его фиксируя. И происходит это просто мгновение ока, то есть способ охоты очень и очень эффективный. Ну а дальше он опять погружается в свою норку вместе с добычей и потихонечку там ее себе ест. Но еще более фантастически выглядит орудие, при помощи которого убивают свою добычу раки, которых мы назвали условно боксерами. У них есть на ловчих конечностях своеобразные такие колотушки, при помощи которых они наносят смертоносные удары. И собственно говоря, поскольку раки-богомолы очень красивые, а вот как раз обладатели колотушек, они как правило очень яркие, нарядные и красивые, и живут они не в подземных норках, а часто они прячутся в каких-то укрытиях, например, среди коралловых рифов или среди камней, то есть таких с твердыми стенами. Так вот, нередко их содержат в аквариумах, и надо сказать, что называют таких раков-богомолов раздробителями пальцев, потому что действительно удар даже небольшого рака-богомола очень болезнен. Мало того, если рак-богомол достигает размера хотя бы 12-14 сантиметров, то он ударом вот этой своей боевой конечности способен даже развить стенку аквариума, что, согласитесь, в общем, производит впечатление. Как же устроены эти колотушки и как, собственно говоря, они помогают охотиться? Вот тоже сидит себе рак-богомол в своей норе, и если рядышком появляется какой-то объект, на который можно напасть, то он стремительно из своей норы выплывает, они действительно в воде плавают очень быстро, приближается к своей добыче предполагаемой и наносит удар. Наносит он удар колотушку очень быстро, а колотушка устроена по принципу арбалета. Именно благодаря этому удивительному устройству раку-богомолу удается наносить такие смертоносные удары. В суставе этой конечности находится специальный такой седловидный участок, который очень интересно устроен. Верхняя его часть, она состоит из твердого вещества, а внутренняя часть состоит из волокон эластичных, которые, собственно говоря, и позволяют этой седловидной структуре сжиматься. Есть еще специальная у этого сустава очень мощная мышца, которая сжимается, и при помощи специального замыкателя сустав фиксируется в сложенном состоянии. Как только появляется добыча, фиксация снимается, мышца разжимается и наносится удар с силой, которую можно сравнить с пулей летящей 22-го калибра. То есть на самом деле можно назвать было этих раков не раками-богомолами, а раками-пистолетами, потому что действительно удар очень быстрый и стремительный. Возникает масса вопросов. Собственно говоря, да, удар наносится такой мощности, что это приводит, например, к разрушению панциря краба буквально моментальному. Кроме того, несколько ударов способны раздробить даже довольно твердую раковину моллюска, например. Как при этом сама клешня, сама эта конечность не разрушается. Дело все в том, что она очень интересно устроена. Верхняя структура сустава сильно минерализована и состоит в основном из гидроксиапатита. И он еще скреплен волокнами хитина, которые имеют очень своеобразную структуру. Называется эта структура структура булигана, когда волокна завернуты по спирали. И такая структура помогает даже в том случае, если при ударе образуется на твердом слое микротрещина, она позволяет, тем не менее, сохранить форму. И при этом крупных каких-то трещин не возникает. И действительно это совершенно уникальное такое строение для животных. Кстати, подобное строение встречается, например, в чешуе аропаймы. Чешуя аропаймы тоже необычайно твердая и эластичная в то же время. Кстати, мы об этом рассказывали в ролике про чешуи, который вы можете тоже посмотреть на нашем канале. То есть при том, что удар невероятной мощности, это еще не все. Дело в том, что у этого удара есть еще и особый секрет. Удар производится со скоростью 800 микросекунд. То есть это примерно представьте себе, если мы с вами моргаем, и за это время рак богомола успел бы ударить 150 раз. Трудно себе представить такую скорость. И что происходит при такой скорости? Возникает очень интересный эффект. Когда конечность, вот эта колотушка долетает до цели и потом отлетает в обратную сторону с такой же невероятной скоростью, то в месте удара происходит эффект так называемой кавитации. То есть в разреженном пространстве, в жидкости, образуется пузырь с низким давлением, внутри которого образуется очень сильно разогретый пар. И когда этот пузырь схлопывается, получается очень сильный мощный удар дополнительный. И даже иногда можно наблюдать свечение, которое при этом образуется. То есть здесь важно, да, и то, что сам удар довольно сильный и стремительный, и еще вот этот дополнительный кавитационный эффект, который возникает из-за того, что удар очень быстрый и происходит в жидкой среде. Кстати, проводили эксперименты, измеряли силу удара на воздухе, конечностью такой же. Оказалось, что сила удара значительно слабеет как раз из-за того, что нет эффекта кавитации. Ну, фантастическое существо, да, фантастические способы охоты. Но если вы думаете, что у этого существа фантастическая только его анатомия, то ошибаетесь. Потому что даже паразиты у раков-богомолов тоже очень странные. Представьте себе, что паразитами этих животных являются моллюски. Как это ни странно. Есть такие небольшие миниатюрные моллюски, называющиеся каллиданиэлы. Они живут на брюшке раков-богомолов и являются их паразитами. Причем живет на раке-богомоле на одной особи и самец и самка этих моллюсков. Самка живет ближе к хвосту, самец живет ближе к середине брюшка, а между ними находятся яйцевые коконы, которые они производят на свет в результате размножения. Так они на этой особи и существуют себе спокойненько в течение всей жизни. И все было бы хорошо, если бы они не питались гемолимфой рака-богомола. Соответственно, они такие настоящие паразиты-кровососы, которые наносят, безусловно, организму этого животного ущерб. Такой вот паразитический образ жизни, безусловно, сказался на их анатомии. Их нога трансформировалась в настоящую такую крепкую присоску. И это совершенно необходимая мера, потому что раки-богомолы существа, которые двигаются очень стремительно. И если ты как следует не прикрепился к своему хозяину, то ты легко можешь его потерять. Так вот, нога в виде присоски, и еще у них нет радулы, как у других моллюсков. Радула обычно используется как терка, которой моллюски соскребают свою пищу, например, какие-нибудь водорослевые наросты. Так вот, у этих моллюсков радулы нет, потому что они используют совершенно другой способ питания. Они на жабрах сосут геволимфу, и поэтому у них ротовой аппарат устроен совсем иначе. Он сосущий. Но если вы думаете, что только эти моллюски живут вместе с раками-богомолами, вы опять-таки ошибаетесь. Помимо паразитических моллюсков, есть еще моллюски, которые не наносят никакого вреда организму. Они тоже существуют вместе с этими животными и живут непосредственно на их теле. Называются эти моллюски галиоматоидея. Это двустворчатые маленькие моллюски длиной всего-навсего несколько миллиметров. Они также живут на нижней поверхности брюшка. Они, собственно говоря, не наносят никакого вреда и используют раков-богомолов только в качестве очень удобного быстрого транспорта. Соответственно, транспорт, который перемещает их в пространстве, позволяет им хорошо свои жабры омывать водой, получать хорошее кислородное питание. И, кроме того, это позволяет еще им все время перемещаться и добираться до каких-то новых объектов питания. Так что, видите, у такого необычного животного необычно все, даже паразиты. Вообще животных, конечно, много самых удивительных и интересных. Если вам о ком-то хочется узнать, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы постараемся вам рассказать о самых необычных, самых удивительных, самых странных и инопланетных животных. Ну а на этом, пожалуй, я прощаюсь. Желаю вам хорошего дня. Приходите к нам в музей, приходите на нашу замечательную крышу и на эту выставку. Мы всегда рады вас видеть. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok